Выход США из Парижского соглашения по климату сблизил Китай и Евросоюз. Решение Дональда Трампа вызвало серьезный резонанс и стало одной из центральных тем саммита КНР-ЕС в Брюсселе. Его участники раскритиковали шаг американского президента и обещали возглавить борьбу с глобальным потеплением. Подробности в материале далее. Сарказм и плохо скрываемое раздражение. Такой была реакция евробюрократов на отказ США от участия в Парижском соглашении. Соединенные Штаты вышли и из Киотского соглашения. Мы это хорошо помним. Европейцы же остались и в итоге стали лидерами в разработке возобновляемых источников энергии, в инновационных технологиях и в сокращении объемов эмиссии. Я уверен, что президент Трамп не читал текст Парижского соглашения по климату. Там нет ничего, что может навредить какой-либо стране. И если до недавнего времени именно США воспринимали как лидера в борьбе за будущее планеты, то сейчас, когда фаворит сошел с дистанции, эстафету готовы принять Китай и Евросоюз. Брюссель и Пекин обещали возглавить процесс перехода на экологичные источники энергии. Сегодня Китай и ЕС продемонстрировали солидарность с будущими поколениями и ответственность за нашу планету. Мы убеждены, что решение США выйти из Парижского соглашения было большой ошибкой. Еще до начала саммита КНР-ЕС его участники выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что самоотвод США не помешает их планам сократить выбросы парниковых газов. Евросоюз согласился выделить Китаю 10 миллионов евро на создание национальной системы торговли эмиссионными квотами. Стороны также согласились вместе помочь наименее развитым государствам и регионам мира в создании зеленой экономики и сокращении зависимости от углеводородов. Кроме климата, на саммите поговорили и о других нюансах двусторонних отношений. Мы обсудили и другие актуальные вопросы, в том числе проблему перепроизводства стали, а также обязательства ЕС по 15-й статье протокола о вступлении Китая в ВТО. Мы смогли еще на шаг приблизиться к выработке компромиссного решения по этим вопросам, хотя полностью урегулировать проблемы пока не удалось. «Открытый диалог позволит нам послать сигнал рынкам и всему мировому сообществу, заверить их, что мы соблюдаем международные законы и поддерживаем принципы мультилатерализма». В целом же саммит показал, что Китай и Евросоюз готовы продерживаться взятых на себя международных обязательств, шаг за шагом устранять препятствия о двусторонних отношениях и сохранять тесные связи по широкому спектру вопросов. Ци Цзин, CGTN